Административная комиссия Административное наказание действует в отношении граждан, нарушивших правила благоустройства на территории муниципального образования города Саянск, которые были утверждены Городской думой 31 августа 2012 года. Основной функцией административной комиссии является рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных этими законами. Говоря о наказаниях, надо отметить, что с прошлого года, с 2012 года увеличились суммы штрафов за наиболее распространенные правонарушения. За такие правонарушения, как торговля неустановленных органами местного управления в местах, значит наказание такое, предупреждение для всех, либо штрафы. Штрафы для граждан составляют от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 8 тысяч рублей и для юридических лиц от 30 до 40 тысяч рублей. Также за нарушение порядка и условий благоустройства территории городов и других населенных пунктов области, установленных органами местного управления, а также за нарушение правил благоустройства территории муниципального образования города Саянск, существуют такие наказания, которые также были увеличены с прошлого года. Это предупреждение для всех. Штрафы для граждан от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 6 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 до 40 тысяч рублей. Лицами, уполномоченными составлять протоколы об административном правонарушении, являются сотрудники полиции и должностные лица органов местного самоуправления. Административная комиссия, подводя итоги работы в 2012 году, отметила снижение совершенных правонарушений по сравнению с 2011 годом. В 2011 году, сравниваем с 2012 годом, было совершено 223 правонарушения составленных протоколов, а в 2012 году составлено было 162 протокола. Значит, предупреждение в 2012 году было вынесено по 58 протоколам, штрафы по 68 протоколам. Значит, прекращено было 36 протоколов в связи с осечением срока привлечения к административной ответственности, направлено приставом для исполнения 86 протоколов. Вот на этом моменте можно остановиться, а граждане, совершившие правонарушения, наказания были им вынесены добровольно, значит, не стараются оплачивать штрафы. Мы вынуждены направлять постановление для исполнения судебным приставом. Значит, в основном исполнение у нас идет в принудительном порядке. Ну, хочется сказать, что граждане, если совершили правонарушение, будьте любезны, конечно, признать и оплатить все-таки. Значит, наложено штрафов было в 2012 году 65 тысяч, исполнено было, взыскано, значит, в принудительном порядке 54 тысячи 252 рубля. Штрафы в 2012 году были увеличены и по иным правонарушениям. В частности, запарковку автомобилей в неустановленных местах и нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. 80% из всех составленных протоколов – это как раз идет нарушение тишины и покоя граждан. Граждане многие не знают, что после 23 часов нарушение тишины – это преследуется законом. Нарушение покоя граждан, соседей – это очень важно. Соседи жалуются с 23 часов до 7 часов утра следующего дня. То есть это является все-таки тишина и покой граждан в первую очередь. Особо, конечно, нарушение идет у нас покоя и тишины – это в период праздничных дней. Мы, конечно, подходим к этому вопросу лояльно, что все-таки первый раз стараемся предупредить, потому что все мы люди, у всех мы праздники, какие-то отмечаем день рождения. Поэтому с этим вопросом, конечно, мы стараемся людей понять. Нарушение тишины и покоя граждан, несмотря на высокую распространенность, не просто доказать. По обращению гражданина на адрес выезжают сотрудники полиции. Беседуют с нарушителем, если таковое возможно. В этот же день опрашивают соседей в нескольких квартирах для подтверждения факта правонарушения. Для сбора полноценного материала у полицейских есть три дня. У нас есть такие нарушители, которые нарушают тишину и покой граждан в течение года неоднократно. И они в том числе нарушают и на комиссию не являются. Мы уведомляем, мы направляем повестки. На комиссию не явились. Мы имеем право в случае надлежащего уведомления рассмотреть в их отсутствии. Конечно, значит, на первый раз мы стараемся предупредить. Но если, конечно, уже неоднократно, сумма штрафа уже будет просто увеличена в течение года. Настолько же непросто доказать и парковку машин в неустановленных местах, что возмущает граждан не меньше, чем нарушение тишины и покоя. Что касается парковки автомобиля, значит, парковку по парковке также имеют право составлять протокол от сотрудники полиции. Значит, граждане, жители, наши бдительные жители, они обращаются также в отдел полиции. По телефонному звонку могут прийти, лично написать заявление. Сотрудники полиции выезжают на место и уже фиксируют тот факт, что автомобиль стоит на парковке. Не на парковке, а стоит, допустим, на тротуаре, стоит на физкультурной, спортивной площадке, что запрещено также нашими правилами, которые были утверждены в этом году. Особенно, значит, момент тот, что фиксируется все это на фотоаппарат, что именно машина стоит именно в этом месте, именно, значит, с этим номером. Дата, время фиксируется, чтобы не было так, как граждане обычно говорят, я заехал на 5 минут, там, допустим, что-то передать, машину поставить было некуда, я поставил машину на тротуар. Значит, фиксируется время, чтобы действительно можно было доказать. Как правило, нарушители объясняют ситуацию дефицитом парковочных мест. Члены административной комиссии отмечают, что граждане, жалующиеся на парковку в несанкционированных местах, начали предлагать и пути решения проблемы. Гражданам нужно быть бдительными? Считаем, что да, нужно быть бдительными, но иногда нужно быть более лояльными, потому что есть такие факты, что у нас граждане особо, как бы сказать, относятся тяжело к нарушению тишины и покоя граждан. Бывает, что можно действительно к соседям отнестись по-доброму, понять их ситуацию и не всегда сразу жаловаться.